Петрозаводская Пизанская башня. Трубу ОТЗ снесли. Ночной погром на перевалке. Люди жалуются на бездействие полиции. Трасса сортовала. Очередной участок готов. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Ремонтировали, ремонтировали и наконец отремонтировали. После затянувшегося ремонта Петрозаводская школа номер 14 наконец-то открыла двери для учеников. На торжественной линейке. Она прошла сегодня, когда до конца первой четверти осталась неделя. Побывал Александр Лычагин. Традиционная торжественная линейка в школе номер 14 прошла не 1 сентября, как это положено, а несколько позже, почти два месяца. Юные петрозаводчане ждали этого момента. Возможности прийти на занятия в родное учебное заведение. Благодаря затянувшемуся ремонту школьникам пришлось мыкаться по чужим классам и кабинетам. Наш класс учился в 38-й школе. В одном кабинете мы сидели, в кабинете химии. Ну, удобно, неудобно. Вторая смена по 4 века в день, то есть кому как. Ну, сейчас будем отрабатывать. В августе, во время установки в школе пандуса для детей с ограниченными возможностями, а также замены неровного пола на первом этаже, выяснилось, что сети водоснабжения и канализации изношены более чем на 80%. Начало учебного года пришлось отложить до 30 сентября. Однако подрядчик не выполнил работы в срок. В итоге дети пришли в школу только сегодня. Я не могу сказать, что подрядчик всегда придерживался графика строительных работ. На сегодня работы завершены полностью. Впрочем, настоящий ремонт школы номер 14, похоже, впереди. К примеру, в местном спортзале еще с весны прекращены занятия из-за огромной трещины от пола до потолка, которая с каждым днем растет. Здание, построенное в 1964 году, более полувека назад, ни разу не ремонтировалось капитально и буквально разваливается на куски. Это главный фасад учебного заведения. Комментарии здесь излишни. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Последняя труба Онежского тракторного завода пала в эти выходные. Подрывники и автоматчики оцепили район. Время операции держалось в тайне. Но нашей съемочной группе все-таки удалось заснять момент взрыва. Онежский тракторный завод. Предприятие это известно далеко за пределами Кореи. К концу пятилетки из ворот завода выйдут сотни сверхплановых машин. Вся надежда на новые цехи, которые должны появиться на второй площадке завода. Раньше на территории Онежского тракторного завода было две трубы котельной, которая отапливала всю территорию предприятия и прилегающий микрорайон. Десять лет назад их перестали эксплуатировать. Так трубы стали своеобразной достопримечательностью Карельской столицы, напоминающей об историческом прошлом города. Только так называемая Петрозаводская-Пизанская башня пугала прохожих угрожающим видом. Критический угол наклона был виден невооруженным глазом. Несколько лет назад ее снесли. Затем, как это было, следила наша съемочная группа. Вот максимально близкое расстояние, на которое нас смогли допустить. Балкон одного из цехов. До места взрыва буквально три десятка метров. Теперь настал черед последней трубы ОТЗ. Взрывные работы проводила компания «Карелвзрывпром». Время операции держалось в тайне. За полчаса до взрыва улицу перекрыли полицейские автоматчики. После третьего сигнала сирены труба пала. Труба длиной 56 метров упала четко по заданной траектории, не задев соседних зданий. Правда, ударной волной отбила часть заводской стены. На руинах обнаружили плиту, где выгравирована дата закладки. Оказалось, что труба была заложена в 1968 году. Скоро эту страницу истории перевернут. Территорию ОТЗ очисят от разрушенных зданий, а на их месте появится новый жилой комплекс. Владельца Петрозаводского Биг Бена, боксера, бизнесмена и политика Эдуарда Черко задержали в Республике Адыгея. Бывшего главу поселка Колтуши подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Единоросс, политик и боксер. Абсолютный чемпион Санкт-Петербурга в тяжелом весе. Бизнесмен с криминальным прошлым Эдуард Черко был задержан в одной из гостиниц Майкопа. Видео задержания экс-главы Колтуши и его телохранителей было опубликовано в сети. 15 августа Эдуард Черко был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве с земельными участками и был найден. А 28 августа городской суд Петрозаводска обязал компанию «Мир камня» в течение двух месяцев демонтировать незаконно установленную стеллу с часами, которую Эдуард Черко подарил карельской столице. Два месяца уже подходят к концу, однако работы по демонтажу боксерского подарка так и не начались. Хулиганы на перевалке разнесли подъезд новостройки. Жители дома на Мичуринской жалуются на халатность Петрозаводской полиции. Стражи порядка карельской столицы не смогли защитить жителей дома от разбушевавшихся молодых людей. Хулиганы выбивали двери, били окна и угрожали убийством хозяевам квартир в новостройке. Александр Гнетнев подробнее. Дом на Мичуринской пережил ночной погром. Это все было сделано ногами, это не палками ничем, это ногами они били. Потом они стали ломиться вот в нашу дверь, их было 12 человек. Это произошло в ночь с пятницы на субботу. Группа молодых людей пробралась в подъезд многоэтажки на Мичуринской и устроила там погром. Как считают жители новостройки, хулиганы находились под воздействием наркотиков. В ту ночь в полицию звонили с нескольких квартир. В течение получаса дозвониться до полиции невозможно, единая служба практически не работает. Там играет музыка, все что угодно, но дозвониться туда очень сложно. Полиция дважды выезжала на Мичуринскую. В первый раз стражи порядка задержали шестерых предполагаемых погромщиков. Их отпустили, взяв показания. Те вернулись, выбили металлическую дверь и атаковали квартиры жильцов. Притом с криками не ломились. Убьем. Хозяева квартир считают, что их имуществу нанесен урон, а им самим угрожали убийством. Дважды по данному адресу направлялся наряд патрульно-постовой службы полиции. Были задержаны и установлены шесть молодых людей в возрасте 18 лет. В дальнейшем они отрицали свою причастность к совершению этих противоправных действий. Были опрошены и отпущены. В полиции проводят проверку. Делом занимается участковый. Устанавливается сумма ущерба и все обстоятельства ЧП. Жильцы дома написали в прокуратуру. Люди пожаловались на бездействие полиции. Под документом без малого полсотни подписей жильцов дома на Мичуринской. Александр Гнетнев, Иван Медведев, телеканал Ника+. Сегодня продолжился суд по делу о крушении ТУ-134 под Петрозаводском в 2011 году. Дело рассматривают в Прионежском суде. Сегодня житель Москвы Сергей Рыжов, лишившийся отца в авиакатастрофе, попросил признать его потерпевшим и потребовал удовлетворить иск на 5 миллионов рублей. Суд включил Сергея Рыжова в список участников процесса. Кроме того, на судебном заседании возникли вопросы по финансированию аэропорта Петрозаводск. Бывший гендиректор аэропорта Алексей Кузьмитский руководил предприятием с 2009 по 2012 год, проходящий по делу в качестве свидетеля. Рассказал, что все заявки аэропорта на финансирование урезались министерством из-за нехватки денег в бюджете Карелии, сообщает сайт Петрозаводска Говорит. По словам Кузьмитского, ему и его подчиненным приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы получать деньги хотя бы на то, без чего аэропорт не может работать. При этом Минэк, по словам Кузьмитского, болезненно реагировал на возможность закрытия аэропорта из-за недостаточного технического обеспечения. В таких случаях деньги находились быстрее. Напомним, крушение самолета ТУ-134 произошло 20 июня 2011 года. Самолет рухнул на окраине поселка Бесовец при заходе на посадку в сложных погодных условиях. В результате крушения погибли 47 из 52 находившихся на борту человек. В качестве обвиняемых привлечены чиновник Росавиации Эдуард Войтовский, бывший начальник аэропорта Петрозаводск Владимир Шкарупа и начальник авиационной метеорологической станции аэропорта Владимир Пронин. Эдуард Войтовский обвиняется в халатности. Владимир Шкарупа и Владимир Пронин в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сегодня митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Мануилу исполнилось бы 65 лет. Владыка руководил Карельской епархией 25 лет. 7 марта этого года архипастер покинул этот мир. 14 августа 1990 года Мануил стал епископом Петрозаводским и Олоницким. 25 февраля 2000 года архиепископом Петрозаводским и Карельским. А в 2013 году был возведен в Сан-Митрополит и возглавил новообразованную Карельскую митрополию. С именем владыки Мануила связывают духовное возрождение Карельского края. Архипастерем он стал в довольно сложный исторический период существования Русской Православной Церкви и практически возродил епархию из руин. 7 марта 2015 года владыка Мануил скончался после тяжелой болезни. Погребен на Неглинском кладбище Петрозаводска возле часовни преподобного Сергия Радонежского. Один участок автодороги открыли, а второй ремонтируют и обещают закончить работы до зимы. В Суаярве жители по-прежнему обеспокоены ужасным состоянием дороги до Петрозаводска. А на трассе Сартовала открыли новый 22-километровый участок дороги Санкт-Петербург-Сартовала. Церемония прошла с участием министра транспорта России Максима Соколова. Обещают, что отремонтированная автодорога обеспечит рост грузовых и пассажирских перевозок, поможет в развитии международных автомобильных пунктов пропуска Сювеура и Верцеля. Очередной участок новой автомобильной трассы А-121 Сартовала открывали торжественно. Трасса пройдет по территории Карельского приладожья и соединит Санкт-Петербург с Петрозаводском. Новый участок стал вторым этапом строительства автодороги, которая пойдет в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью. С его вводом закрывается последний грунтовый участок на трассе А-121 Сартовала на территории республики. До этого это был участок грунтовой дороги, и вот ликвидировав его на всей территории республики Карелия, трасса А-121 Сартовала будет идти в таком асфальтово-бетонном исполнении. Дорога должна обеспечить рост грузовых и пассажирских перевозок в международном сообщении. Она будет способствовать развитию международных автомобильных пунктов пропуска Сювеура и Верцеля, производственных мощностей по добыче природных ископаемых, экологического туризма в Северном Приладожье. Сегодня со стороны Санкт-Петербурга, Ленинградской области в сутки проходит порядка 10 тысяч машин. Я вас уверяю, по такой дороге пойдет не 10, а 15 тысяч машин. А это, извините, наш потенциал экономический, туристический, какой хотите. О дорогах спросили главу жителей Суаярвы во время его поездки в Суаярвский район. Региональная дорога, соединяющая Петрозаводск с Суаярови, по-прежнему в плохом состоянии. Будем добиваться передачи в федеральную собственность, заявил губернатор. Это позволит получить на порядок больше средств для ремонта, реконструкции и содержания дороги. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго и до свидания.